Конечно, у нас очень большой объём гуманитарных связей, наши контакты, что там говорить, здесь даже и перечислять не нужно. Мы очень близкие люди, близкие народы, культура, язык, религия, история совместная, причём не только основанная на героическом, относительно недавнем прошлом Великой Отечественной войне, но и уходящей глубоко своими корнями века. Нас это всё объединяет, и, конечно, очень хорошо, что мы поддерживаем эту работу и в настоящее время. Мне приятно отметить, что многие молодые люди в Беларуси выбирают российские вузы, российские учебные заведения для того, чтобы получить путёвку в жизнь, получить хорошую профессию. Ну и, наконец, взаимодействие на уровне регионов. Каждый год мы проводим встречи между руководителями региональных управленческих структур. Это очень важная работа, потому что на уровне регионального взаимодействия значительный объём наших отношений сложился, складываются. Это и экономические связи, и человеческие, именно от человека к человеку, от семьи к семье. Эти связи, конечно, в пограничных районах осуществляются в достаточно больших масштабах. Вот это большой комплекс работы, который сегодня у нас в поездке дня. Я очень рад вас видеть, Александр Григорьевич. Добро пожаловать. Ну и надеюсь, нам удастся немножко времени провести вместе, отдохнуть после сегодняшних рабочих часов. Хочу бы не волосит вас прокатиться на лыжах. Спасибо, Владимир Владимирович. Вы коленную фразу сказали в самом начале, что это действительно редкость, что руководители государств сейчас встречаются с глазами, глаза разговаривают. Думаю, что мы продолжим такой формат общения. И наша даже внешняя одежда и прочее говорит о том, что это серьезные переговоры в обычной одежде. Говорит о том, что мы просто близкие люди. У нас очень близкие народы, очень близкие страны. И мы вполне можем в любой форме обсуждать наши серьезные проблемы. Поэтому выдумывать ничего не надо, мы немало сделали с вами. И правительство работало до сих пор. Мы аж 33, по-моему, направления обозначили. Помните эти дорожные карты, которые мы выработали. Мы сейчас их, в связи с нашей договоренностью, когда-то в Сочи, когда встречались первый раз, мы договорились о том, что мы их модернизируем, подновим правительство наше, займутся этим. Действительно, правительство очень многое сделали, и Россия, и Белоруссия. Они обновили формат. И вот мне сегодня посол Семашко докладывал, что там, может быть, осталось из 33, 6-7 дорожных карт. Они сейчас уже, наверное, по-новому называются. Их и ребрендинг провели, над которыми наше правительство работает. Все остальные, в принципе, готовы к подписанию. Поэтому план действий есть. Я, конечно, очень благодарен вам за ту поддержку, которую вы оказываете, экономике Беларуси должен вам воспроинформировать, что это не зря, деньги не выброшены на ветер. Из примерно 70 миллиардов ВВП долларов ВВП Беларуси, ну, мы, как вы сказали, минимум наполовину в торговом обороте завязаны на Россию, мы четвертая в Российской Федерации по торговому обороту. Казалось бы, какая среднеевропейская страна, но гигантная Россия, четвертое место. Так вот, из 70 миллиардов ВВП, представьте, сколько мы потребляем комплектующих сырья из Российской Федерации. Поэтому, Владимир, спасибо. Знаете, что мы не выбросили деньги на ветер, мы вкладываем в конечное производство, закупая в России огромное количество сырья и комплектующих. И этот объем нарастает, все время нарастает. И если мы реализуем задуманные проекты, которые мы на 5 лет утвердили, то импорт из Российской Федерации значительно увеличится. И несмотря на то, что мы атомную станцию введем в строй, это примерно минус 5 миллиардов закупок природного газа, минус 5, но мы планируем построить Гродненский азотный комбинат, второй, а это природный газ, поэтому мы все равно будем потреблять природный газ во все возрастающих объемах. Плюс миллиард? Даже больше, даже больше, немножко больше. Проект стоимостью миллиард 200, миллиард 300, новый комбинат, опыт у нас есть, у нас же такой работает там, поэтому мы хотим увеличить объем азотных удобрений. Если будет у Газпрома, если будет ваше поручение проработать этот вопрос, мы с Газпромом готовы этот проект реализовать. За образование и вузы спасибо. Хоть у нас приличный уровень образования, но ребята очень активно используют вузы Российской Федерации, чтобы получить достойное образование. Да и у меня дома, вы знаете, слой такой, мы часто обсуждаем, и вот эта тема коронавируса и ваши достижения, я всегда говорю, и наши немножко, там есть из советских времен производство вакцин, у вас уже три зарегистрированных вакцины и еще разработки. Мы тоже идем этим путем, к осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть, но сейчас активно закупаем у вас, мы дома часто обсуждаем, вот эта тема вакцин говорит о высочайшем уровне науки в Российской Федерации, а без образования науки не бывает, поэтому вот это очень сильно повлияло на наших ребят в плане обучения в Российской Федерации. Ну и ребята из России приезжают, у нас, слава Богу, тут парьеров никаких нет. Спасибо за то, что вы прислушивались к моей просьбе и открыли железнодорожное движение между двумя странами, увеличили пропускную возможность и возможность туда-сюда перемещаться нашим гражданам России и Беларуси через воздушное ворота. Думаю, недалек тот момент, когда мы автомобильное движение откроем. У нас проблем нет, мы не закрыты здесь. Ваши специалисты, вы договорились, мы прислали специалистов, они убедились в том, что мы с вами одинаково идем по заболеваемости, но, к счастью, сейчас резко началась снижаться заболеваемость. Дай Бог, к осени или, может, к лету мы уже выйдем к нулю туда поближе. В общем, я вам очень благодарен за приглашение, что удается в это бурное время хотя бы немного побывать в горах и подышать свежим островом. Спасибо. Александр Ильич, Вы упомянули о финансовой поддержке. Вы правы, абсолютно. Это важно, но это далеко не главное. Главное – это совместная работа и кооперация в реальном секторе экономики. У нас действительно за этот период эпидемии немножко ухвал товарооборот, где-то на 15%, но все равно составил 28,5 миллиардов долларов. Это очень значимая цифра, это прилично все. Что касается нашей совместной работы по борьбе с коронавирусной инфекцией, то она действительно развивается успешно. Подводительную партию поставили в прошлом году. В этом году, в феврале и в марте будут следующие поставки. Но самое главное, на мой взгляд, это то, что мы на Вашем предприятии, по Вашим технологиям, мы производство в марте начинаем. Совершенно верно. И что очень важно, технологии передают. Это мы пока ни с кем так плохо... Серьезная поддержка. Если бы этого не было, нам бы трудно было с вакцинацией. Мы уже, Владимир Владимирович, практически всех врачей провакцинировали. Сейчас педагогов начали и торговых работников, ну, тех, кто больше контакт имеет с людьми. Поэтому это очень серьезная поддержка. Результат в целом, так скажем, удовлетворительный. У нас вот на 100 тысяч населения, это самый объективный показатель. Совсем недавно было 12 заболевших. Сейчас, я думаю, гораздо меньше, где-то в районе 10. Самая эффективная вакцина, это российская, это признано во всем мире, как бы там кто-то не троллил и не бросал камни в огород. Это самая эффективная вакцина. Самая. А 2-3 человека из сотни, и то не всегда, могут приболеть. У нас один человек приболел, не буду его называть, после вакцинации, российской вакцины, полтора дня все. Ну да. Это один случай будет. Проходит в легкой форме. Но вот я хочу, что сказать, на 100 тысяч населения, где-то у нас около 10 человек заболевших. Это вообще нечего. А на юге Франции 70 с лишним. 70 с лишним на 100 тысяч человек. Это серьёзный показатель. Конечно. Знаете, всё-таки это объективные данные, которые говорят о том, что нам нужно объединять усилия, в том числе и с европейскими коллегами. И мы стараемся это делать. Мы открыто для совместной работы. Вот с Астрозеноком у нас договор есть у центра Гмалеи. Мне приятно отметить, что мы с европейскими партнерами сейчас будем усилить, объединять, будем вместе работать. Ну а в Беларуси, само собой, повторю, налоги уже переданы, как мне доложили, разворачивается производство. Ну вы пообещали мне, что первая будет страна Беларусь, вы это сделаете. Так будет сейчас. Спасибо за это. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...